В Израиле военные действия негативно отражаются на бизнесе. Владельцы туристических фирм, отелей, ресторанов и магазинов подсчитывают убытки. Колоссальный ущерб наносит нестабильная обстановка в стране и сельскому хозяйству. О том, как выжить во время войны, расскажет наш собственный корреспондент в Израиле Динара Бектурова. Это зал торжеств. В мирное время здесь проходили свадьбы, праздники, дни рождения. Очередь была расписана на три месяца вперед. Сейчас на дверях замок, ресторан обанкротился и навряд ли уже заработает. В мирное время здесь было не протолкнуться, а сейчас унылая картина. Красивые, но совершенно заброшенные рестораны как свидетельство. Война затрагивает всех, а особенно бизнес. Раньше заказывали не то, что со всей страны, со всего мира, вспоминает владелец ресторана. А сейчас пусто на пляже, а значит и внутри. Не так страшна сама война, как страшна неопределенность. Люди боятся заказывать, потому что люди приезжают ко мне не только из Аждота, приезжают со всей страны, приезжают даже из-за границы. Завтра должен был банкет из Австралии. Неопределенность пугает всех. Предприниматели несут колоссальные убытки. Взять хоть сельское хозяйство, хоть рестораны, работники в оплачиваемом отпуске. По закону владельцы не имеют права оставить их без зарплаты. Вся надежда на сознательность граждан, что как только прекратятся бомбежки, они поддержат бизнес. Будет помощь и от правительства. Оно, кстати, уже пытается подсчитать сумму компенсаций всем, чей бизнес пострадал от военных действий. При восстановлении хозяйства первым делом уделяется внимание не выходу из рамок установленного бюджета. То есть государство не говорит, давайте вольем кучу денег, мы выйдем за рамки, главное восстановить. Нет, если установлены рамки в 3%, рамки государственного бюджета, то правительство приложит все силы, чтобы не выходить. Все будет зависеть от того, чем правительство признает нынешние военные действия. Если полномасштабной войной, то бизнес может рассчитывать на хорошую сумму. Ну а если просто военные операции, то компенсации будут небольшими, а значит не смогут покрыть все убытки предпринимателей. Динара Бектурова, Сергей Услендер, Израиль.